Да, друзья, именно так происходит на Нудийском пляже. Запомните, не берите с собой одежду сюда даже. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Юрий Азаровский, и это у нас... Максим, всем привет. Главный по лодкам, яхтам. Можете покататься на рыбалку, приехать номер телефона, видите его на экране, обращайтесь. Ребята, мы сегодня решили с ним поехать вдвоем на Нудийский пляж. Там надоело нам смотреть на женщин в одежде, пойдем смотреть на них же без одежды. Ну и вас возьмем с собой Благовещенское. Координаты этого места, не буду говорить, потому что вы также его находите в навигаторе, вбивая Нудийский пляж Благовещенское. Приезжаю, наслаждаюсь этих людей немного сегодня, прям вообще. Обед, парковка практически пустая. Ну пойдемте познакомимся, так сказать, лицом к лицу с этими нудистами. Машину припарковали, денег с нас здесь за это не взяли, и пойдем прогуливаться. Идет такая вот тропа, сюда не заезжайте, ребята, чтобы потом опять нас отсюда не выгоняли. Машинки припарковали, тут дальше есть еще один пляж, который не нудистский спуск, там с канатом с той стороны есть, обходите этой дюны. Заходите на обычный пляж, тоже не нудистский, и отдыхаете там по логе, по песочку спокойно спускаетесь, чтобы не лезть сильно в горы. Тут немножко разрыто между дюнами, это, кстати, уже песок, видите, и растительность на дюнах великолепная. Это место мне прям очень нравится, потому что здесь не так много людей, соответственно, море гораздо чище, и обычно здесь бывают водоросли. Но мы сейчас сами будем убеждаться, либо разочаровываться в этом. Максим, ты готов раздеваться? Да. Вот так вот, два главных нудиста сейчас будут нудить. Вот эти мне очень нравятся растения, красиво смотрятся. Вот это местечко, как оазис такой, зелень, прям вроде бы на песках, песок, кстати, раскаленный, температура воздуха, я не знаю, сколько было в машине, сейчас показывает 37,5, это на солнце, ну, я думаю, 32, 33, по прогнозу 31 стоял. То есть все, в принципе, в пределах погрешности норма, очень жарко, летают бабочки, стрекочат цикады, секунду, и совсем немножко остается до топ вида, который всегда меня прям до глубины души пронизывает, когда я вижу с обрыва это прекрасное море, черное. Прибрежная совсем полоса уже, видим краешек моря, и сейчас будет лестница, на которой самые красивые виды. Вниз с обрыва, что меня больше всего радует. Прогуляться, спуститься можно и справа, ну, и также здесь. Фантастика, смотрите, внимание, не курить. О, тут дюшчули уже какие-то что-то фотографируют, а море чистейшее. Просто такой вау-вид, указатель, что здесь нудийский пляж, ну, в принципе, вид на голых нудистов, отдыхающих на побережье. Он заканчивается там, в даче стоит, знак о том, что сюда не проходите, а дача отдыхают люди в одежде. Их тоже не так уж много, и этот спуск там, как я вам и говорил. Место самое топовое, самое крутое и классное, которое только может быть, друзья мои. И с правой стороны, вот мы, табличка, дача, там спуск с канатом, купайтесь, отдыхайтесь в одежде, если вам так нравится. Красота, ну и плюс самая красивая локация с вот этой лесенкой, друзья. Это самое красивое, прекрасное место, в которое вам советую приходить, чтобы насладиться и нудистом встать, если хотите. Но можно просто отдыхать и наслаждаться красотой. Лево-право отойдите, ребята, не мешайте и отдыхайте. Ребята, нам повезло, мы сейчас прям сверху с вами будем наблюдать шоу дельфинов. Это будет восхитительно. Вот они там собрались, же подплывают потихонечку. Дальше будет круто. Правда, люди выбежали и немножко их спугнули от берега. Но я думаю, они еще вернутся, потому что они двигаются с той стороны и вдоль всей косы. И, по крайней мере, я на это надеюсь. Так, друзья, Бугатская коса. Мы видим приближение дельфинов. Они там в одном месте немножко сейчас застыли. Да, красавца. Афалин, даже три, слушайте, три Афалина. Фантастика просто. Как это красиво смотрится. Что они творят? Там просто шоу устраивают. Люди кричат. Ух, вот это да, играется. Ой, смотрите, какая лапочка. Ой, второй. Слушайте, это как будто цирковые дельфины. Нифига, не просто. Ой, перевернулся. Вот это да. Вот это номер мы с вами, ребята, наблюдаем. Я такого даже не ожидал, видите. Видите, девушка на сапах рядышком. Как это круто смотрится. Жалко, что они уходят далеко от берега. Мы все-таки будем надеяться, что еще вернутся. Лесенка была уничтожена. Ее потихонечку здесь ребята, нудисты, восстанавливают. И это очень радует, потому что, конечно, хочется более безопасно спускаться, подниматься. И я рад, что это и есть возможность. Вот он, указатель, что здесь внизу. Ну, диски пляж находится. Ну, и, собственно, мы спускаемся потихоньку. Фух. Хотя ступеньки, знаете, такие немножко не уверены. Поэтому не идите посерединке, если будете здесь, идите по краю. Жалко, дельфинчики, они на глубину ушли. И жарковато их тут дальше стоят ждать. Вот это старые части лестницы. Слушайте, доделали, лестятся прямо до самого низа. Ну, и вот он, как бы, кемп, на котором ребята отдыхают. Ну, что, Максим, как тебе? Нормально. Красивые девочки? Вполне. А мужчины? Не знаю, не смотрел. Огонь, ребята. Море здесь просто фантастика. Мы чуть-чуть дальше отошли. Нудистского пляжа, потому что там снимать не получится. Поснимаем видосики вам про море. А потом туда вернемся. Как вам цвет? Как вам красота? Здесь уже граница пляжика. Отдыхает очень много детей, взрослыми. На сапах катаются ребята. В общем, кайф здесь фантастический. Ну, и нудистов там прям много. Потому как все с этого пляжа смотрят в сторону нудистов. Прям так загадочно. Они завидуют того, что они могут раздеться и зайти туда. Мне, честно, если бы не камера... Да хотя, что мне камера? Сейчас я раздеваюсь и иду туда, ребятки. Дорогие друзья, галушом уже есть я. Осталось разбежаться и в море ворваться. Ну, честно, шучу. Потому что YouTube не пропустит такой контент. Ну, а людям, кто отдыхает галушом, желают, чтобы все у них было хорошо. Потому что не все понимают, в чем кайф и удовольствие. Но могу сказать, как любитель этого действия. Конечно, это без камер все происходит. Особенно в ночное время. Это совсем по-другому купание ощущается, когда на тебе только море. Попробуйте как-нибудь. Возможно, он тоже зайдет. Но сейчас пошли в море. Завернем, посмотрим, как там. Идем прямо с берега. Да, единственная водичка сегодня немножко после формы мутновато. Ну, так вообще кайф, который я представил, было в принципе невозможно. Но он и есть. Да, да, да. И по-честному здесь даже аромат моря совсем другой. Вкус другое море. Здесь просто кайфовое по-настоящему. Так что, те, кто ищет хорошие, интересные места, вам советую именно Благовещенского для посещения. Здесь вам зайдет. Особенно на мутисском пляже. Как вам? Эти вот камушки есть на дне. Прикольно видеть ребят, которые на шапах приезжают посмотреть на нудиста. Прямо как экскурсия, на самом деле. Вот, как проплывают мимо. Выбирают как будто это больше. Вот, слушайте. А там народу прям по лестнице очень много идет. А куда дальше народишь на Благе? Просто жуть. В этом году Анапа точно побьет все рекорды. Если бы еще эти отдыхающие, которые приезжают на берегах. Дикарем учитывались, я думаю, Анапе равных нет. Раз, два, три. Зайка, а ты поставил лайки? Вправо, если пройти пешком, вообще люди идут. Потому что там нет отпусков. И народ ленится ходить. Слева, вправо. Там без пуска, конечно, людей всегда побольше будет. Какая водичка? Вот от берега отплыл. Что-то прозрачнейшее просто. Если есть на свете край, то это Краснодарский край. Максим решил себе надуть резиновую женщину. Говорит, что пора насмотрелся. Говорит, слишком много здесь красивых дам, голых. Поплывет с ней в Турцию. Говорит, пригласил. Она согласилась. Говорит, что бы не с собой не взять. Приезжайте, девчули, отдыхайте. Мы вас ждем от души. Вот мужики, кстати, тоже пришли на экскурсию на нудистов посмотреть. Себя показать. Пришли на край зоны, говорят, пойдем уже обратно. Тут рядом с нами с Максимом такой зверь отдыхает. Смотрите, на всех гавкает. Я что, думаю, надо прогуляться чуть по вот этому пляжу. Показать вам, да, что тут, где спуск, людей много. Отдыхают с палаточками. Водичка мутноватая немножко, как вы видели. Медузы присутствуют. Их не очень много, но кусучие. Меня медуза укусила под коленку и за руку. Но я ее успел подснять. А так, ощущение такое, что мы находимся не где-то в России, а где-то на лазурных каких-то берегах, далеких от нас. Потому что просто не все знают о таких местах. И вот обидно, что здесь появится какая-то новая Анапа. В общем, к сожалению, их застроят эти берега. Но мне хочется верить, что доступ к ним останется. Вот проходим близко, где-то 50 метров от спуска. И вообще пустынные берега. Единственная просьба, ребят, ко всем. Когда приезжаете, забирайте мусор не только свой, но еще чей-нибудь с собой. Какое море, да? Просто смотри. Но оно здесь бывает еще гораздо кристально чище. То, что мы сейчас видим, это мутная вода. Не кайфовая, не прикольная. Которая не особо хочется отдыхать. Так вот бывает. Не наряда. И сейчас еще чуть-чуть пройдем. Покажу вам вообще то место, где вы можете сказать, останетесь вдвоем. А туда еще до Веселовки. Больше 10 километров. Песчаного берега. Косы между лиманом Кизелтавский. И непосредственно на Черном море. Кстати, вот обед. И приходит ветер у нас. Ветер такой теплый, морской, насыщенный с солью. Как прикольно, ребятки. С одной стороны у нас бруси, которые не дают ему сильно разогнаться. И с другой стороны море, которое сейчас его очень круто прогревает. У тебя глядишь такое? Ах, такое счастье, удовольствие. Я, кстати, смотрю очень много удочек. И люди, я так понимаю, здесь довольно-таки хорошо лоют рыбу. Если вы отдыхали в наших песчаных пляжах, расскажите, какая, в какое время клюет, на какую наживку. Она будет, как бы, очень интересно узнать. Поэтому делитесь обязательно, друзья мои. Ну, а те, кто увидел эти места впервые, обязательно приезжайте и наслаждайтесь ими. Ведь море любит, чтобы к нему приходили, обнимает своих гостей. И тогда наверняка вы получите вот такие берега. Я отошел. Посмотрите, какой берег, какой пляж, какое море. Идеально. Это наши Мальдивы. Анапские, Благовещенские, Черноморские. Почему-то вот именно за цвет моря их сравнивают. Эти берега именно с Мальдивами. Круто. Я здесь вообще вот на метров сорок один одинешник. Могу разбежаться и купаться. Ну и дальше начинаются пляжи Югра. Дугасская коса. Там покупки, по-моему, по 600 рублей в день. Стоимостью в этом году я уже снимал. Цену, честно, забыл. Если хотите, посмотрите, там все будет написано. Точнее, не написано, а рассказано. Я вам говорю, welcome. Приезжайте обязательно, отдыхайте именно здесь. Ведь здесь круто, ведь здесь классно. Ведь здесь море, солнце, песок. Самое, я еще раз говорю, от души прямо. От этого сердца болит. Поддерживайте чистоту. И тогда эти берега будут еще долго радовать нас, с вами и всех наших потомков. И дай бог, что так и было. Ух-ух-ух. Какое кайфовое море. А с чего сегодня все начиналось? Я такой дома просыпаюсь. Что-то хочется искупаться. Вроде бы ощущения по самочувствию гораздо лучше стали. Такое. Пошел, поработал. Сделал несколько фотосессий. Звоню Максиму. Максим, говорю, а не поехать ли бы нам с тобой куда-нибудь в хорошее море покупаться? Ну и какое может быть лучше, чем эти берега? Потому что у нас все-таки слишком много людей. Я понимаю, что из вас, наверное, многие и любят, когда только народ отдыхает на море. Мне же не очень нравится. Я еще раз говорю, я когда в этом летом вначале выпустил небольшой видеосюжет о том, что туда ходят люди в туалет, если все туалеты закрыты, и увидел, сколько людей написали о том, что они, к сожалению, ходят в море. И что-то мне большим количеством людей расхотелось купаться. Сюда мы приезжаем, здесь глубина сразу начинается. То есть объем воды гораздо больше. Собственно, поэтому здесь нет такого бурного цветения водорослей. Мне говорят, Юр, вот ты сильно, так сказать, заморачиваешься на эту тему, ведь сколько стоков идет в море. Ну как-то, не знаю, одно дело, что они где-то там далеко от меня, да, он там где-то в Анапе, из каменного берега идет сток моря. А другое, когда вокруг тебя вообще ходят и улыбаются тебе. Ну вот, не знаю, пока для меня это какая-то такая фобия. В общем, будем искать более измененные места, чтобы купаться на море. Так что, друзья мои, те, кто отдыхает, пожалуйста, лучше вот пустите туда, заходите подальше и нитисяте в море. От души вас об этом. Прошу и желаю всем хорошего и прекрасного отдыха. Ну вот так, снимать, говорить с вами, давать послушать море, можно вообще до бесконечности. Ведь какие места в России требуют того, чтобы ими поделились, а вы сюда приехали и ими насладились. Вот щупальцы вижу от медузы. Они есть, медузы, они всегда, в принципе, были, но так что прям много, я думаю, что нет. Это как с нашествием комаров. Кто-то где-то много комаров нашел, в одном месте снял. Ну, все, во всех интернетах одни комары. Это делается для того, чтобы вас повеселить. Вы заморочились, там начали переживать. Да что же вы можете? Так что, благодарите тех людей, кто этим очень сильно заморачивается. Ну, а вас всех я призываю подписаться на наш телеграм-канал. Он видит вам на экране. Ну, а если есть возможность, поддерживайте донатиком по номеру телефона. Будем рады вам. И также группа ВКонтакте, друзья. На экране ее тоже видите. В общем, все эти контакты, для того, чтобы нам с вами не расставаться. Ну, а по финансам, чтобы больше снимать. И в дальнейшем это продолжалось еще более интересно. И из новых мест. С вами был Юрий Озаровский. Всем привет, Черноморский. И по традиции, друзья, для вас еще море. Как всегда. Как гулял, с одного пляжа ушел, вернулся обратно. Тут спуски, опять-таки, людей. Ну, немного. Тут семей. Восемь, наверное, отдыхает всего лишь на этом берегу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok